Приветствую всех на канале Пернет и Дозор. Меня зовут Алексей. Многие задают вопрос по бролеру смена 9. И сегодня, конечно, без весов, но хотел заснять вот такое вот видео. Вот такие вот карапузики. Сегодня у нас 36 дней. Обязательно позже взвесим. Но сегодня как бы не дошло дело до взвешивания. Переселение. Пока привыкали. Перешли на новый корм. Корм у нас самарского производителя. Финиш для бролера. Что хотелось бы сказать. Меня полностью устраивают. И, наверное, по экспериментам по бролерам в данный момент я заканчиваю полностью. И стараюсь, даже не постараюсь. А, наверное, уже решено для себя. Я перейду целиком и полностью на смену 9. Эта птичка меня полностью устроила по росту. Вот, наверное, видите, да, какие кабанята. Никаких здесь даже нельзя говорить, что они маленькие. Нет, я не вижу, что они маленькие. Еще посидят 15-20 дней. И полноценные будут бролеры. Петушки, конечно, намного крупней. Видно сразу. Но они и курочки-то кругленькие. Вот такие вот беляши. Кто разбирается в бролерах, тот сразу, я думаю, видит и поймет какой-то бролер. Ноги не видать, конечно, блин. Все сюда на свет пришли. Ноги толстые, желтые. Именно то, чего я и хотел. А именно нормального бролера. В том году, может быть, бролер был и нормальный, но комбикорм, к сожалению, меня подвел. Но в этом году я от самого начала стартанул, еще раз напомню, кто не смотрел мои ролики, с южной короной. А потом у меня старт южной короны, рост самарского комбикорм. И вот финиш тоже самарского комбикорма. Вот такой вот замечательный корм. Пахнет, конечно, очень вкусно. Вот, смотрите, стоит Петя. Видите, да? Это Петя. Вот такой вот Петенька стоит. Сделал эту клетку сам. В предыдущих роликах я показывал. Здесь у нас то астроворка и царская сельская. А здесь у нас бролеры. Планируем в дальнейшем сделать еще такие клетки, если все нормально. Ну, блин, больно уж все дороговато. Уже говорил, что дорого получается, но куда деваться. Птицу мы держим для себя, поэтому придется немножко тратиться. Сейчас подрастет бролер. Есть небольшие заказы на мясо. Да, кстати, кто смотрит меня, пожалуйста, напишите в комментариях, какие цены у вас на мясо именно бролера. Потому что у нас как таковое в нашем городке объявлений с тушками мяса еще нету. Поэтому хотелось бы узнать у вас, от чего начинать плясать. Корма, к сожалению, в этом году намного подорожали. Да, так же, как и инкубационное яйцо. Сегодня обзванивал Пау России и был в шоке. Звонил в Башкирию, на бролерную фабрику. Звонил также в Ярославль. Про импорт я вообще молчу там. Просто сногсшибательные цены и уже не хочется держать. И остановился. Да, смена, конечно, тоже подорожала. Подорожала довольно-таки значительно. В принципе, можно сказать, что подорожала даже в два раза. На 90 процентов подорожала. Но остановился я все-таки на смене, глядя на них. И также у нас в деревне у сестры. Обязательно на выходные поеду. Сниму оттуда еще вам ролик. Посмотрите, какая птичка там. Поэтому будем дальше инкубировать смену. Ничего здесь другого сказать не могу. Вот такая вот птичка. Еще раз повторюсь. Скажите, пожалуйста, какие у вас цены на мясо бролера. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.